Ну что, все вы видели кадры, которые распространили азербайджанцы с пленными, где были жестоко убиты дед и его внук, которые охраняли свой дом. Я это видео не буду распространять, потому что не у всех зрителей, скажем так, крепкие нервы, чтобы это смотреть. Но я думаю, многие из вас это уже видели. Вот вы и распространяете, чтобы и остальные тоже видели, с каким зверством мы имеем дело. Не щадят даже пленных, не щадят даже пожилых людей. Причем после того, как выставили, сами же были недовольны. Многие из них стали писать в социальных сетях, зачем нужно было это выставлять, чтобы видели это другие. Срочно удалите. Но уже было поздно. Уже распространили те, кому нужно было это распространить. Я считаю, что правильно сделали. Лично и я тоже этот кусок видео разослал нужным людям, тем, кому нужно было выслать. Ну что ж, перейдем к нашей теме. Тут мне сделали ряд замечаний азербайджанские. Пользователи сетей пишут, что в некоторой степени уважали меня за то, что я никогда не оскорблял азербайджанский народ. В одном из своих эфиров рассказал даже об азербайджанцах, которые помогали армянам выбраться из Сумгаида и Баку в конце 80-х. Такое действительно было. Правда, армяне не остались тоже в долгу. Взамен за свое спасение армяне оставляли своим соседям азербайджанцам свои квартиры, дачи, машины. Чтобы все это не досталось переселенцам азербайджанским из Армении, из Карабаха. Кстати, одна из причин, почему они до сих пор у разбитого корыта и не обустроены в широкошагающем. А армянские беженцы уже не только давно сами обустроились, но и детей с внуками обустроили. Оттого армяне плевать хотели на ваш Баку и Сумгаид с Гянджой. А ваши беженцы все еще в вагончиках и в ремянках все эти 30 лет прозябают в нефтегазовом государстве. Амебы есть амебы, ничего тут не поделаешь. Чувствуете уровень одних беженцев и других беженцев? Но я не об этом. Так вот, эти самые пользователи теперь требуют, чтобы я извинился за то, что оскорбил, видите ли, азербайджанскую армию, назвал ее, эту армию, зверьем. Что ж, я действительно извиняюсь, что назвал их зверьем. Мое искреннее сердечное извинение перед зверьем. Я не должен был их обижать и говорить такое. Думаю, лучшее слово, которое можно было бы подобрать ко всем армиям и бандам, что подняли оружие против маленькой Нагорно-Карабахской республики Арцах, это ублюдки. Ублюдки без роду и племени коалиции из Азербайджана, Турции, Пакистана, Афганистана, сирийских туркоманов. Надеюсь, извинения мои приняты и пойдем дальше, чтобы не возвращаться к этому вопросу. Война 2020 в Карабахе четко дает всплыть фекалиям и на российском медиапространстве. Изо дня в день и говорят в отношении Еревана, Соросовцы, Соросята. Вы вообще о ком? О конкретных людях или об армянском народе? Ну, жде вспомнили. Так Турция и вовсе была всем составом союзницей гитлеровской Германии. И что-то это вас не останавливает от лобызания с ней в засос. Это как понимать? И вообще, пятая колонна, которая всплылась сама по себе и чьи имена мы хорошо знали и до Карабаха, и те, на которые ранее особо не обращали внимания. Например, семейка братьев Гусманов. И таких немало. Учитывая, что и российская разведка, и западные разведки, и арабские чекисты едины в том, что помимо азербайджанской армии, турецких эмиссаров в Азербайджане, воюет в карабахском направлении банды сирийцев и других сочувствующих стран, то российская пятая колонна, поддерживающая Азербайджан словом и деньгами в лице Максима Шевченко, Михаила Гусмана, Игоря Коротченко, Алексея Журавлева и прочих. Еще раз повторюсь, кто словом, кто деньгами. Как Гусман, например. Так вот, все они, получается, поддерживают не столько Азербайджан, сколько эти самые бандформирования. Причем, замечу, если Коротченко и Шевченко обычные пешки в этой игре готовы и сами поживиться, то Журавлев депутат Государственной Думы Российской Федерации. Страна, которая сама борется с подобными бандформированиями в Сирии. А Гусман, получается, один из руководителей крупнейшего российского медиахолдинга ТАСС. И тот является пособником этих самых бандитов, учитывая, если это правда, а я думаю, это правда, что он перечислил деньги в Азербайджан. И нет ничего удивительного, что именно из ТАС та самая Саадат Кадырова, сравнившая церковь с сортиром, о чем мы уже все знаем. Я не знаю, чем занимаются нынче ФСБ и ГРУ, но полагаю, к подобным лицам необходимо обратить пристальное внимание. Также хотелось бы сказать и о кривотолках по поводу того, что Пашинян названивал Путину. Видимо, кто-то забыл, что Армения, как и Россия, члену ДКБ. И это совершенно нормально, когда страны, состоящие в одном военном блоке, созваниваются, консультируются, докладывают об обстановке военное время. Тем более. Армяне одни все это время справляются с силами мирового зла у своих границ. И делают это почти уже три недели. Если Азербайджан, имея собственную, хорошо вооруженную армию, привлекает к себе турок и бандитов из Ближнего Востока и Афпака, то почему армянское руководство не имеет права просто позвонить? Поэтому замечания неуместны. Армянская армия сражается не на жизнь, а на смерть. И делает это весьма успешно, вопреки всем фейкам. Всем фейкам, выходящим в азербайджанских эфирах. А в этом фейковом государственном образовании, как Азербайджан, все фейковое. Даже президент фейкова объявляет о военных успехах. То Джабраил он взял, то Гадрут, то еще какой-то там город. Полагаю, этим он заодно и месседж посылает своим аскярам, что необходимо, дескать, в течение 24 часов взять эти города. Либо получает неверные сведения. Ведь бывали случаи, действительно, когда азербайджанские войска заходили в эти города и даже успевали флаг водрузить. Но были отбиты и доказательств масса. В том числе у независимых репортеров, работающих в Арцахе. Не зря же армяне не препятствуют иностранным репортерам работать в зоне боевых действий. Чего не скажешь об азербайджанской стороне. И это понятно. Ведь при наличии иностранных репортеров, Азербайджану трудно будет докладывать о своих успехах в кавычках. Да и потерю живой силы сложно будет сфальсифицировать. Если азербайджанцам так важно не занять какой-либо населенный пункт, а просто водрузить флаг, чтобы сфотографировать и отправить Алиеву, то я не вижу никаких проблем. Пусть дадут знать. Думаю, армянская сторона пойдет на уступки. Сфотографируйте и идите назад с миром. Иначе затем трудно будет идентифицировать ваше тело. Теперь об Алиеве. Все мировые СМИ, да и мы тоже заметили, как растеряно выглядит своей резиденцией в Зугульбе лидер азербайджанского мясокомбината. В частности, один из российских политологов Дмитрий Евстафьев заявил, что Алиев выглядит напуганно, растерянно. Нам надо, дескать, помочь ему избавиться от исламистов. Вы вообще в своем уме, уважаемый эксперт? Напуганно он выглядит не потому, что он боится исламистов. Напуганно он потому, что с помощью Турции заварил эту кашу, но за три недели не добился успеха. И если он закончит войну, то его свои же разорвут на части. Если он сейчас закончит войну, не добившись успеха. Вы кому собираетесь помочь избавиться от террористов? А не Алиев ли их пригласил? Или Алиев перестал руководить Азербайджаном и страна полностью под контролем Эрдогана? Чего вы мелете? Я понимаю, что на кону экономическое сотрудничество с этой страной, но не до такой же степени, чтобы выгораживать Алиева. Или вы действуете по принципу Алиев сукин сын, но он наш сукин сын. Поверьте, он уже давно не ваш. Он эрдогановский сукин сын, чьи плоды вы сами будете пожинать уже на подступах к Дагестану. Или вы забыли, где набирались опыта и переброски бандформирований на российский Северный Кавказ, известные вам имена Шамиль Басаев, Салман Радуев, Хаттаб и прочие. Ведь именно из Азербайджана в начале 90-х эти банды пришли на Кавказ. И ничего удивительного, что и теперь все эти создатели Ичкерии, бежавшие на запад, поддерживают Азербайджан и шлют телеграммы. Я не пойму, вы такие бесхребетные, мягкотелые или троллите самих же себя? Или вы правда думаете, что Алиев безобидный товарищ? Тот же Алиев ведет многовекторную игру. Посеял в стране армянофобию. С украинцами говорит, что поддерживает их территориальную целостность. А с россиянами поддерживают Россию и называют ее гарантом стабильности на постсоветском пространстве. С тюрками Алиев мечтает о едином туране. А с главами мусульманских государств призывает их не сотрудничать с христианской Арменией, придавая Карабахскому конфликту джихадистский оттенок. Между тем, всем нам хорошо известно, что Карабахская война ничего не имеет общего с джихадом или религиозной подоплекой. Вы и ваши турки своими деяниями только дискредитируете ислам. И делаете это на протяжении ста лет. Вы такие же мусульмане, как я, человек-паук. Тем же мусульманам приходится отдуваться за ваши деяния против христианских народов региона. Вот, например, замечательная книга, выпущенная на основе дневника сирийского бедуина шейха Фаеза Аль-Хусейна «Ислам не причастен к их деяниям». И свои воспоминания шейх Фаез написал в 1916 году, когда еще свежи были в памяти подробности увиденной им трагедии армян, понтийских греков, езидов и ассирийцев в Османской империи. За мусульман обидно написал шейх, что варвары, пришедшие некогда из Центральной Азии на Ближний Восток, пятнают имя пророка, жестко расправляясь с христианами от имени Аллаха. Поэтому российским спецслужбам необходимо серьезно отнестись и к Алиеву, и к тем бандам, которые он пригласил в страну. Одним Карабахом ублюдки не ограничатся. И в этом вопросе я лично готов сотрудничать с кем угодно и предоставить вашему вниманию мой опыт, мои знания, мои навыки. Я не зря себя готовил для Востока. И к вашим услугам мой азербайджанский, мой турецкий, мой арабский, мой урду и так далее. А по окончании войны, обещаю, лично займусь подготовкой армянской молодежи в Ереване к углубленному изучению стран-соседей на Востоке и Западе, от языка и их диалектов до этнопсихологии. Это большое упущение, что у нас до сих пор не было готовых кадров. Мало владеть языком соседа. Необходимо побывать и в их шкуре. А чтобы побывать в ней, надо научиться думать, как они, владеть их этнопсихологией, о которой я не раз говорил в своих выпусках. Кстати, именно таковой была всем известная чета Георга Игуарг-Бартанян. Все эти варвары веками бывали рядом с нами и исчезали. А армяне оставались. Армяне возрождались. Так было и так будет. Не сомневайтесь.